Видео подготовлено специально для сайта fb.ru Грибок ногтей не является угрожающим жизнью заболеванием. Тем не менее, этот недуг доставляет массу неприятностей человеку. Заражение происходит при прямом контакте с зараженной поверхностью. При этом можно очень долго быть носителем, а при малейшем повреждении кожи и снижении иммунитета внезапно заболеть анихомикозом. Основная причина ногтевого грибка – ослабление местного иммунитета и повреждения кожных покровов. Симптомы могут проявляться по-разному – от изменения структуры ногтя до нагноения в зависимости от тяжести недуга. Начинать терапию лучше на начальных стадиях, тогда процесс не будет таким длительным, а симптоматика не столь выраженной. Запущенный анихомикоз лечится тяжело и долго, вплоть до года комбинации различных препаратов. Метод лечения часто зависит от формы заболевания и проявления симптоматики. Иногда может потребоваться и хирургическое вмешательство, чтобы удалить деформированную пластину. Вылечить грибок ногтей в домашних условиях можно несколькими путями – аптечными средствами, народными рецептами, комбинируя подходы. С микозом справиться можно, только комбинируя подходы и зная принципы лечения. Во-первых, официальная медицина предлагает массу вариантов лекарственных препаратов с различными схемами приема и дозировки. Внутрь принимаются таблетки, работающие по методу пульс-терапии, то есть максимальная дозировка для быстрого уничтожения грибка. Между курсами обычно есть длительная пауза. Также аптека может предложить мази, крема, масла и даже специальные лаки и пленки против микотиков. Они в своей основе держат фунгициды, но при этом эффективность одного и того же препарата может разниться. Чтобы успешно вылечить грибок ногтей, следует в первую очередь определить его вид, тяжесть патологии и тип кожи. Все это учитывается при подборе препаратов для терапии микоза. Если ноготь поражен всего на 50%, то справиться с заболеванием может и обычная мазь. Но кроме аптечных средств следует применять и народную медицину в домашних условиях. Это чаще всего более безопасно, чем принимать системные препараты. А также доступно в ценовом диапазоне для большинства. Целебные мази можно делать и самим на основе сливочного масла. Важно, рецепты народной медицины в домашних условиях применять следует, как и аптечные лекарства дозировано, чтобы не нарушать местный иммунитет и не ухудшить симптоматику. Вылечить грибок в домашних условиях можно разнообразными народными средствами. Основные компоненты всех рецептов для лечения они хомикоза, сода, соль, йод, перекись водорода, чеснок, стиральный порошок, уксус, глицерин, спирт и травы. Любое средство из представленного перечня или их сочетание даст отличные результаты, хотя некоторое время придется подождать, пока отрастет здоровый ноготь. В идеале до начала лечения в домашних условиях следует снять пораженную ногтевую пластину, чтобы питательные вещества и быстрее доставлялись в зону поражения в нужном объеме. Это же ускорит процесс исцеления. Сверху можно наносить мази как из аптеки, так и из собственного приготовления. Не каждый осознает, но лечение грибка ногтей – это не только нанесение народного средства на поверхность кожи, но и обработка других поверхностей, каждодневная смена носков, стирка постельного, белья, а также чистка обуви. Также необходимо будет протирать специальными растворами все поверхности, с которыми контактировала зараженная область, то есть полы, мебель, посуда. Народная медицина предлагает ряд рецептов, по которым можно достаточно быстро избавиться от анихомикоза. Вот лишь некоторые из них. Перекись в комбинации с содой. Сперва по принципу стирального порошка распаривайте ноги, но вместо 100 грамм порошка добавляйте только одну чайную ложку соды на литр. После распарки обильно смощенный перекисью кусок ваты накладывают на область поражения и обматывают это место целлофаном для длительного воздействия. Вся процедура вместе с распаркой ног занимает около часа. Лучше ставить эти компрессы дважды в день, но можно и один раз, лишь бы было регулярно. Также в течение суток в полость ногтя следует закапывать пару капель перекиси. Лечение чесноком в домашних условиях достаточно простое и эффективное. Можно дольку чеснока нарезать пластами, обмакнуть их в соль и накладывать на место поражения. А можно сделать чесночно-солевую кашицу. И также вместе с повязкой носить день. Такой компресс можно делать на ночь. Также можно делать и с луком. Если такую кашицу смешать со сливочным маслом, то получится отличная мазь. Уже давно в народном лечении грибка прописался спирт на шатырь. На один стакан обычной воды приходится одна столовая ложка на шатыря. Далее хлопчатобумажная ткань макается в раствор и накладывается в виде компресса на ночь. Соль, сода, йод. Универсальное народное средство, которое легко сделано в домашних условиях. Оно помогает и от боли в горле при ОРЗ, и для ускоренного заживления ран, и от грибка ногтей. На литр воды приходится чайная ложка соды, столовая ложка соли и пара капель йода. Далее рассчитывайте необходимый объем и в горячей воде с растворенными компонентами парите каждый вечер ноги. Добавьте в соду небольшое количество воды, чтобы получить кашицу и наносите на область поражения на 20 минут. Далее смывайте смесь, аккуратно просушите полотенцем и присыпьте пудрой присыпкой. Борная кислота в качестве народного средства помогает в лечении грибка ногтя не хуже. Пропарьте ноги, после чего присыпьте сухие участки поражения этим порошком и оставьте так на ночь под носок. Достаточно 9 процедур. Смешать йод, глицерин, уксус и кипяченую воду 1 к 2. Этой смесью натирать пропаренные области поражения на ночь. Повторять лечение грибка в домашних условиях по этой схеме 10 раз. Спиртом пропитать ватный тампон и на ноготь накладывать на ночь под целлофан. Лечение 2 недели. Отличная помощь в терапии анихомикоза – травы. Можно парить ноги во тваре крапивы, шалфея, чистотела, мяты, ромашки. После распарки такую же смесь перемешать и засыпать в носок. Так спать ночь. Изготовление мази на основе трав и масло потребует терпения и точности. Мяту, зверобой, ромашку, крапиву и шалфей смешивают в одинаковых пропорциях. Из этой смеси на 10 грамм сливочного масла добавляют столовую ложку. Масло с травами растапливается на водяной бане, и будущая мазь томится так в течение 30 минут. Когда пройдет положенный срок, полученную смесь процедить через тройной слой марли. Мазь наносить дважды в день на пораженную область. Стиральным порошком лечить грибок на ногтях предлагают многие пользователи интернета. Это объясняется щелочными способностями компонента. В таких условиях инфекция не выживает. 100 грамм порошка растворяется в горячей воде на 3-5 литров. Парить ноги этим составом каждый день до полного исчезновения симптоматики. После чего еще 3 дня осуществлять процедуры. Многие пишут, что за 10 дней смогли побороть анихомикоз. Это самое простое народное средство. Важно, носки следует менять ежедневно, как и их содержимое. Это предотвратит размножение грибка и ускорит лечение. Эффективность метода лечения ногтевого грибка в домашних условиях обусловлена педантичным подходом к гигиене, а также комбинированием разных способов терапии. Применяя аптечные средства, можно также использовать и народную медицину. И наоборот, это поможет быстро вылечить грибок ногтей на ногах. Если вы чувствуете, что после использования народных средств кожа сохнет, то следует нанести на поверхность кожи оливковое или облепиховое масло. Последнее может окрашивать кожу и ткани в оранжевый цвет. Когда заболевание уже будет побеждено, необходимо проводить профилактику народными средствами в домашних условиях, например, ежедневно парить ноги водой в одном из приведенных выше растворов. Это поможет предотвратить повторное заражение. Также регулярно обрабатывайте обувь и иные поверхности противогрибковыми препаратами или иными способами. Важно, если средство не подходит, необходимо остановиться и испробовать другой метод. Любая симптоматика аллергического характера служит предупреждением, что способ выбран неверно. Грибок ногтей на руках в домашних условиях лечится по тому же принципу, как и на ногах. Разница лишь в том, что вместо носков применяются перчатки. Не каждое средство можно одержать длительное время на области поражения. Правильное лечение грибка заключается в регулярной гигиене. Мытье рук и тех поверхностей, которых они касаются. Тогда не придется в будущем сталкиваться с подобной инфекцией. Помните, что грибок ногтей очень заразен. Но опасность заражения присутствует только в тех случаях, когда понижается иммунитет. Поэтому в процессе лечения следует также потреблять в больших количествах витамины и полезные микроэлементы. Не помешают также иммуномодулирующие препараты, которые помогут усилить иммунитет. Не применяйте одновременно и народные средства и аптечные, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Сперва наносите фармацевтику, а после этого спустя час приготовленную из одного рецепта смесь. Это позволит быстро вылечить грибок ногтей на руках. Помните, что от грибка ногтей на руках помогают народные средства. Но и официальную медицину не стоит отодвигать в сторону. Современные препараты позволяют за несколько приемов окончательно уничтожить микотики. А народные средства закрепляют эффект на длительный период времени. Знали ли вы об этих способах лечения грибка? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео и было полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru